Итак, коллеги, следующим шагом на пути к переворачиванию своего класса является определение своего подхода к обучению. Я нахожу этот момент очень важным, я бы даже сказала принципиальным. Это такая некая стартовая точка, откуда мы должны с вами начать, потому что прежде чем что-то изменять в своем подходе к обучению, нам нужно для себя самим определить, где мы сейчас находимся. И исходя из этого, мы тогда можем понять, что нам нужно менять в своем обучении. Методы, способы работы, инструменты или свое отношение. Вы провели очень большую работу, я сейчас смотрю на ваши ответы. В совместной таблице, где вы работали все вместе, я читаю ваши комментарии. И так как у меня нет времени для того, чтобы ответить на каждый комментарий, я решила записать для вас это видео и дать свой видеоответ. Вы, в свою очередь, можете продолжать комментировать меня на Google-сайте или в комментариях к этому видео на YouTube. Итак, в качестве инструмента для определения своего подхода к обучению я использовала алгоритм. Алгоритм был построен, опираясь на теорию обучения, хевиористская, социально-конструктивистская теория, когнитивная и гуманистическая. Для тех, кто не принимает участие в нашем онлайн-курсе, ссылку на этот алгоритм, который позволяет определить свой подход к обучению, я поставлю в аннотацию к этому видеоролику на YouTube. Тогда вы сможете пройти по ссылке и понять, о чем идет речь. И вот теперь, возвращаясь к вашим комментариям, первое, что я хочу отметить, что нет правильного и неправильного подхода. Мы не можем утверждать, что учитель, который следует принципам, допустим, одного какого-то подхода, что он поступает неверно. И вполне возможно, что идеальный подход заключается в сочетании методов из каждого вышеупомянутого подхода. Второе, что хочется мне заметить, это по поводу мотивированных учеников. Естественно, с мотивированными учениками работать легче. И что-то мне подсказывает, что с мотивированными учениками, если бы у нас все ученики были бы мотивированы, возможно, у нас бы даже не было работы. Вызов-то как раз-таки для нас представляют неудобные ученики, не мотивированные ученики, ученики с проблемами как в поведении, так и в обучении. И именно благодаря тому, что мы принимаем этот вызов, и мы думаем, как работать с этими учениками, мы сами развиваемся, и мы изменяем свой подход в обучении. И еще один момент по поводу этих неудобных учеников хотелось бы отметить. Что самое интересное, но если вы почитаете педагогов-гуманистов, допустим, Александра Нила, «Воспитание свободы», его книгу, очень рекомендую для прочтения, или, например, «Мария Монте-Сори», то вы обратите внимание на то, что они как раз-таки работали с трудными детьми. У них не было мотивированных учеников, но благодаря их гуманистической позиции, гуманистическому подходу и отношению к детям уровень тех трудных учеников, с которыми не хотели работать другие учителя, у которых проблемы были со всеми учителями и по всем предметам, их уровень поднимался до уровня тех учеников, мотивированных учеников, у которых не было проблем в обучении. Теперь по поводу экзамена. Я понимаю, что все учители обеспокоены результатами экзамена и обеспокоены тем, чтобы подготовить учеников к экзаменам, но, коллеги, здесь я хочу отметить одну важную вещь. Если при традиционном подходе, скажем так, при ярко выраженных бихверистических методах ваши ученики сдавали экзамен, то при личностно-ориентированном подходе результаты хуже быть не могут. Далее по поводу домашнего задания и самостоятельной работы. Я знаю, вы пишете много о том, что ученики не выполняют домашние задания и есть страх, что при перевернутом классе, при перевернутом подходе ситуация не изменится. И этот страх, я думаю, достаточно оправдан, это правда. И учеников нужно приучать к самостоятельной работе. И я не помню, в каком году Блум выдвинул такую гипотезу, которую проверил экспериментальным путем о том, что качество приобретаемых знаний зависит не от способностей ученика, а от количества потраченного времени на самостоятельную работу над этим заданием. Ну и какой из этого вывод? Давайте дадим им самостоятельно работать. Только не надо эту сложную работу, самостоятельную работу, оставлять сразу же на дом. Пусть они научатся сначала самостоятельно работать в классе под поддержкой учителя, совместно работе с другими учениками. Давайте предоставим это возможность им. И если они научатся таким образом работать в классе, то потом этот самостоятельный способ работы они перенесут и на домашнюю работу. Просто здесь нужно понимать, что такое методы личностно-ориентированного подхода и что такое самостоятельная работа учеников. Это не когда мы, скажем, прочитайте две главы и на 30 минут выходим из класса, и потом приходим, открываем учебник, задаем вопросы, спрашиваем трех учеников и ставим за это оценки. Нет, это не самостоятельная работа, это не организация самостоятельной работы, скажем так. Если вы хотите организовать самостоятельную работу учащихся, над этим нужно потребиться намного больше, чем если бы мы сами выступали перед классом и объясняли им новую тему. Это должны быть готовы хорошие инструкции, материалы, какие-то тесты для самопроверки, для контроля, чтобы ребята могли получить связь обратную для себя, для самих, в первую очередь о том, как они поняли этот материал. Это уже будут методы личностно-ориентированного подхода. А теперь я бы хотела зачитать один комментарий по поводу недостатка социально-конструктивистской теории. Это очень важный комментарий, который говорит о том, что очень трудно конструктивизм реализовать на практике. И с этим я с вами соглашусь. И действительно, несмотря на то, что философия конструктивизма достаточно прочное место занимает в педагогике, есть ряд определенных трудностей, связанных с реализацией конструктивистских принципов. И одной из возможных причин, почему мы работаем в духе традиционной педагогики, является отсутствие инструментария, который способствует реализации конструктивистского подхода на практике. И вот теперь мы подошли с вами к самому главному, ключевому пункту. Дело в том, что перевернутый класс и является конструктивистским подходом в обучении. Сам перевернутый класс основан на принципах, на теории конструктивизма. И вот, пожалуйста, это хорошее возможно для тех педагогов, которые хотят применить принципы социал-конструктивизма в своей работе, это использовать и применить перевернутый класс на практике. И теперь, почему так важно было для нас определить свой подход, потому что если вы движетесь, так сказать, в направлении пехиоризма, если вы работаете в духе пехиоризма, то тогда очень трудно использовать в своей работе модель перевернутого класса, потому что невозможно реализовать совместную работу так, чтобы в классе не было шума, потому что учитель уже не ключевая фигура у доски, который должен передать информацию, а ученики потом ее должны воспроизвести. На своем уроке мы должны уже делать что-то другое. Поэтому важно самому себе отдать отчет, что теперь для того, чтобы мне использовать модель перевернутого класса, мне нужно немножечко изменить свои отношения, мне нужно пересмотреть свою работу, мне нужно пересмотреть работу учеников. Именно для этой работы, именно для такого самоанализа и был создан этот алгоритм, который должен был вам помочь. Что ж, коллеги, я заканчиваю. Спасибо большое за ваши комментарии, за ваше мнение, за вопросы. Надеюсь, я смогла ответить на какие-то вопросы. Если у вас появляются новые или вы хотите что-то добавить, пожалуйста, комментируйте. И по мере возможности я буду стараться оставлять вам текстовую обратную связь также. Удачи! Спасибо. 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 Спасибо.